Привет! Вы на канале Коска, меня зовут Кудинова Наташа, и сегодня мы с вами поговорим о яке. Я наконец-то довязала мужу пуловер из яка и должна была говорить сегодня только об этом, но... Это предостережение по поводу стиральных машин. Это, слава богу, не пуловер из яка, потому что, когда вчера муж открыл стиральную машинку, и таким голосом, Наташа, это был свитер или шапка. Я такая, что, что, что случилось? Я вчера отмотала себе кашсилка, о, прошу прощения, махера на шелке из новой поставки для того, чтобы связать образец, и была такая довольно приличная маленькая пасмочка, и положила в карман. Ну, пришла домой, одежду сняла и сложила ее в стиральную машину, совершенно забыла о том, что у меня там нитки в кармане. И в результате у меня вот такой кошачий комочек скатался. Ну, такой хорошенький такой комочек, но он, конечно, влажный, но пряжа здесь довольно... Образец должен был быть довольно немаленьким. Так что, примерно вот так будет связанным изделием. Причем стирала на синтетике, на 30 градусах и 800 оборотов на отжиме. Вот так вот. Но, слава богу, пуловер жив, буду сейчас показывать. И давайте сначала я вам покажу, как этот пуловер выглядит на мужа. Классный, правда? И пуловер удался. Вот он, вот такая моя красота. Теперь рассказываю, что тут по задумкам. Реглан-погон. И первая проблема, с которой я столкнулась, это проблема того, что мальчики устроены не так, как девочки, особенно если мальчики ходят в качалку. И выточки мне пришлось делать не на груди, а на спине, потому что там раскачаны крылья различные, и что делать, да? И плюс, если вы вязали реглан-погон, вы знаете, что не все фигуры одинаковые, и реглан-погон немножко вот такой. Если ваши плечи более пологие, то вам нужно увеличить этот угол, развернуть плечо, чтобы оно вот не стояло домиком вот так над шеей, вязаное полотно, да? То есть, если мы просто делаем убавки в каждом втором ряду, не добавляя выточек, то происходит вот такая история. Что у меня было? У меня была выточка, это спина и выточка вот здесь. Я потом разложу на столе и еще раз подробненько все это покажу. Выточка на спине, вот здесь вот у меня, на сантиметра 3 идет, в каждом третьем ряду прибавка. И на груди тоже, чтобы все это было симметрично, потому что плечи более пологие, более широкие. С этим проблем не было. Я связала большой образец, примерно 20 на 23, и все хорошо посчитала, постирала до стирки, после стирки, все замерила. И самое главное, это я вам не рассказала о составе, чтобы вы понимали, о чем мы с вами говорим. Вот у меня бобинка такая, от него родная. Это был твит Экселент, он все еще он. 380 метров в 100 граммах, 20 кашемира, 20 яка, 38 шелка, 20 мериноса и 2 хлопка. Вот такая вот расцветка, видите, там твидовые такие вкрапки. И когда пришел этот твид, я просто не могла отказать себе в нем повязать. И утащила целую бобину на 700 с лишним грамм для того, чтобы связать себе кардиган в пол к осени. Думаю, классно, но потом, когда я даже подумала, может быть, девчатам на машину отдать, но когда я его трогала, я поняла, что я точно буду вязать его сама. Такое удовольствие нужно испытать. И поняла, что кардиган к осени я, возможно, не успею. И тут как-то, как-то совершенно, я не знаю как. В общем, внезапно эта бобина стала пуловером для мужа. И уже Леша меня подгонял. Ну, а чего ты не вяжешь? Обычно он так не делает, да, вы понимаете. Или, ты что, второй проект начала вязать? И этот проект я вязала один. Вот это мне было морально тяжело. Я все-таки художник как минимум двух работ одновременно. Сейчас у меня на спицах жилет из хлопка ленты с кашемиром. Из каши. И второй это мой собственный пуловер из яка, который я явно успею к осени, потому что, ну, просто он сам как-то вяжется, очень классный. Вот из таких вот пасмочек. Из Тибет-Як, 450 метров, 50 грамм моих, от Лотос. Вот такой вот. И вяжется замечательно. Ну, а здесь у меня один, и плюс цвета здесь мало. Спасало только то, что этот вид, и в нем есть желтые крапки, и только это меня радовало. Плюс это ровничная нить, и по идее он мог косить. Но у меня вязание с родного конуса, плюс большой процент шелка, большой процент кашемира. И яка нежных мягких составляющих, которые, ну, просто не позволяют настолько мягенькие, что не позволяют нити косить. Поэтому такой проблем у меня не было при вязании по кругу. Я хорошо посчитала, сколько и чего у меня должно получиться. И, в принципе, если бы я не делала расчеты, то я бы в конце очень много мерила на мужа, чтобы понять, правильно ли я вяжу по длине. Стоит или не стоит довязать. У меня же расчеты делала. Значит, финишировала я этот пулловер. Совершенно счастливая. Немножечко задлиненная пройма. Ну, такая, знаете, чтобы распашонка была. По задумке он должен был быть свободный, с удлиненным рукавом. И я его закончила. Так, что у меня тут по манжетикам? Тоже закрыла иголочкой. Все закрыла иголочкой. Но вы знаете, это не очень быстро. Надеваю на мужа, а он короткий. Он короткий и по длине, и рукав у него короче сантиметров на 5, чем я рассчитывала. Муж такой, Наташа, ну надо довязать. Я ужасно разозлилась. Я ужасно разозлилась. Я тебя считала. Я тебя породила, а ты мне вот это вот пошла его стирать. В таком, в диком остервенении замочила его в таз. Я же знаю свойства пряжи. А шелк мягкий же пластичный. И меринос мягкий пластичный. То есть точно длина будет. И когда я его постирала, я его так постирала, что он мне с первого раза открылся на 100%. Пушка здесь прям вот нежность, нежность такая вот, не знаю, облачко нежности. И он стал нужной длины. А самое классное в этом пуловере, знаете что? При росте 185 сантиметров у мужа и 52 размере, ну 52 это вот свобода облегания же, хорошенькую такую задали, весит он 330 грамм. Да, такое вот волшебство. Благодаря тому, что нить хорошо раскрывается на 3,5 спицах. Спицы-то тоже, конечно, не крупненькие. Но, честно говоря, я после этого пуловера поняла, что больше всего мне нравится полотно на 3,5. То есть оно не слишком тонкое, не надоедает. И оно не слишком толстое полотно. Позволяет создавать легкие изделия. Нравится мне легкий трикотаж. Не нравится мне носить на себе килограмм свитера. Сейчас покажу те пряжи, из которых это можно сделать, из нашей последней поставки. Ну, наши уже поставщики знают, что все, где написано як и шелк, это надо... А если это вместе, то можно даже меня не спрашивать, какого это цвета, просто складывать. Есть у меня образец. Конечно же, тоже покажу вам крупно. Здесь все три цвета. Более светлый он с зелеными крапушками. Более солнечный он с желтыми, похож на вот этот. И серый с синими крапочками. Сейчас возьму бобинку. Это такой твит от того же производителя. Luxury Selection by Rigo. Тибет твит. Толщина у него 600 метров. Он двунитка. То есть он косить не будет и благодаря составу, и благодаря тому, что он двунитка. Просто косить не будет. И синие крапочки у него такие яркие, прям очень классные. Он еще есть. То есть вот сегодня это видео выйдет. И сегодня этот твит еще по несколько килограмм, прям точно есть свободных. Так. 20 яка, 30 шелка, 50 мериноса. Если вы решите вязать в одну ниточку, то расход здесь будет совсем копеечный. Но спицы у вас будут от 2,5 до 3 от вашей плотности. Но и расход будет совсем маленький. 300 грамм. Хорошее раскрытие у нити. Но этот твит раскроется со второго раза, либо стираем так же, как я, со стервенением. Но тем не менее, ну, не машина все-таки. Есть девчата, которые отжимают на 400 любые вещи, чтобы они хорошо раскрылись. Тоже вариант. Но я бы, я предпочитаю руками, мне так надежнее, спокойнее. Ну и чтобы вот это вот, вот такого не происходило. Слишком долго я 2 месяца вязала, чтобы потом вот такое вот с вещью случилось. Так, про состав сказала, про метраж сказала. С-347 и эти все 3 твида по 720 рублей. Они будут теплые. Шелк в них чувствуется. Нужно понимать, что резинка в них, она будет, конечно, видна. Но косы тоже, в принципе, можно. Благодаря тому, что она двуниточка, несмотря на состав. Косы будет видно, но большого рельефа у нас не будет. Смотрите, у меня резинка какая. Я не ожидала, что резинка будет какой-то не такой. Мне вчера девчата написали, выложила пулловер в ВКонтакте. Мне девчата написали, Светлана, по-моему, о том, что... Мне кажется, или он форму не держит? Ребят, ну, не подразумевается то, что такая пряжа будет форму держать. То есть, ну, задачи такой не было, она ее держать не будет. Если нужно, чтобы изделие держало форму, нужно другой материал выбрать. Моя задача была сделать уютную распашонку из такого мягкого материала. Здесь, соответственно, тоже можно взять, упереться спицы побольше. Но ты теряешь прелесть этого материала. Ты не даешь материалу возможность раскрыться. Як дает такой тоже бархатистый, похожий на кашемир пушок. Чуть менее шелковистый, чуть-чуть более жесткий. То есть он... Но он меньше катается, он дольше носится. То есть есть свои плюсы, и он теплый. И, как говорят наши клиенты, которые любят яка и давно фанатеют по нему, их можно носить такие вещи в составе яка 20 и больше. В достаточно жаркую погоду, и тебе при этом комфортно. Несмотря там, какого у тебя телосложения, что тебе обычно во всем жарко. Пока не могу сказать, у меня пока нет опыта. Но так как это отзывы нескольких человек, мне кажется, им можно доверять. И еще одну пряжу покажу, которая мне очень нравится. И ее смело можно тут будет попробовать использовать. И на подсвету сюда хорошо подходит. Это верблюжонок. Так, стоит он 800 рублей 100 грамм. Метраж 300. Camel Silk называется. Производитель тот же. Luxury Selection by Rigo. Так, 30 верблюжонок. 35. Шелка и 35 мериноса. Называется цвет десерта. Карамельный прям такой оттенок. В нем очень хорошо виден блеск шелка, когда присматриваешь. Не такое зеркало, как у Малбари. Такой потаенный, благородный, красивый блеск, который очень красиво запушится открытым ворском верблюжоночком. Такая вещь верблюд, альпака и як. Это, наверное, самые большие чемпионы по носкости вещи. То есть базовую вещь делаем, мода которой не страшна. И носим ее долгие-долгие годы с большим удовольствием. Стирать эти вещи приходится пару раз в сезон. Потому что шерсть в принципе плохо принимает загрязнение. И после носки, если даже сильно вспотел, на балкон выносим, просушиваем вещь. И можно спокойно одевать. Это не та история с синтетикой. Когда ты даже в составе футболки, если у тебя есть хотя бы 10-15% синтетических составляющих, футболку второй раз ты надеть уже не можешь. То есть бактерии размножаются. Здесь совсем не так. Поэтому можно по расходу 300 метров. Это будет примерно 400 грамм. Хорошее довольно-таки раскрытие. Вот здесь образец на 3,5 связан. Но он еще подраскроется. Может даже 3,75 бы на плечевое. Я взяла, если бы хотела полегче вещь получить по весу. 350-400 грамм. На 48-50 женский размер. Ну а мальчикам от роста. И знаете, всегда очень интересно. Почему ты говоришь вот такой... Я всегда уточняю о том, что это средняя величина. Почему ты говоришь такой вес? Почему ты говоришь на этот размер? Я ориентируюсь на максимально средний размер. Потому что есть 40-е, есть 60-е, и совершенно разная плотность. И чем больше размер, тем больше погрешность на плотность будет. То есть чем больше размер, тем вам точнее нужно знать, как вы вяжете. То есть если ты на 40-е берешь, и мы с вами ошиблись, ну вяжется плотно, например, мы ошиблись, то там погрешность будет грамм 20, 10, 15. И это можно нивелировать. Длину изделия, то на большем размере погрешность уже больше, она там уже 100 грамм составляет. И соответственно там уже и длина изделия будет значительно отличаться. Поэтому это важно. Плюс, а какой расход, когда меня спрашивают, а какой размер расход на 52-й? 52-го размера человек может быть ростом метр шестьдесят, а может быть метр восемьдесят. Плюс совершенно разная длина рук будет при этом росте. И поэтому размер тот же, а расход совсем разный. Напомню, что отматываем пряжу мы от 100 грамм, и доставляем по России и странам зарубежья. Сейчас, слава богу, почта взялась за таможню, и обещают договориться о том, чтобы посылки без проблем проходили через границу, потому что случаются ситуации, когда таможня по не вполне адекватным причинам возвращает. Мы второй раз отправим, второй раз обычно все уходит. Это про международку. Беларусь и Казахстан без проблем едут с ДЭКом. К ним так же, как и по стране, вообще нет никаких проблем. И вы можете заказать любую пряжу от 100 грамм, а кашемир от 50, потому что и столько его нужно на шапочку. Ангора от 30. На сайте есть ограничения, и вы это можете сами выбрать. А если у вас есть вопросы, то вы можете их всегда задать в чат на сайте, в WhatsApp на сайте, или написать нам в соцсети. Мы всегда поможем с расходом, поможем определиться, подойдет тот или иной материал на какую-то конкретную модель. Ну что, надеюсь, было интересно и полезно. Сейчас я крупненько покажу вам пулловер и образцы, и еще немножко красивого алтая и красивого пулловера. Показываю все покрупнее пулловер. Небольшое углубнение линия V-образного воротника. Обратите внимание на регланную линию. Видите, петельки отвернуты от регланной линии, благодаря этому у нас получается аккуратненькая линия, которую практически не видно, похоже на шов. Где я промахнулась? Я все рассчитала хорошо, но когда я рассчитывала, я не учла того, что регланная линия тоже удлинится. То есть ее нужно было закончить примерно на 1,5-1,8 см раньше. Благодаря этому такой распашоночный рукав, немного спущенный получился. Но результат мне нравится, и мужу комфортно. Но технологически это было неверное решение. Оно должно было начаться, плечо должно было быть вывязано. Здесь я просто забыла о том, что на регланную линию тоже повлияет растяжение материала. Вот такие крапочки разноцветные. Материал очень хорошо распух. Я специально не спрятала нитку для того, чтобы вам показать, как это выглядит. Это нитка после ВТО. Это нитка из бобины. Видите, она почти в два раза толще. Вот так она раскрывается и набирает воздух. Полотно было прозрачное. Теперь полотно вот такое. Видите, сколько здесь пушка. Это вот кашемирый як у меня раскрытый. Красоте неимоверное. Благодаря вот этим желтым крапушкам мне было не очень скучно вязать. Манжет. Резиночка у меня 3х1. Но резинку 3х1 иглой закрыть нельзя. Как ее закрыть? Соответственно, я прошла через полую резинку. Четыре ряда полой резинки и закрыла иглой. Такое вот получается утолщение. То же самое понизу. Более толстый край, более аккуратный. Так как я понимаю, что материал очень расхлябанный, то, соответственно, если не утолщать край, он немножечко так будет фолдить. Вот я от этого избавилась таким способом. Вот пряжа в бобинке. У меня здесь еще осталось пуловер 330 грамм. Напомню, у меня здесь еще осталось на кардиган себе, в принципе, учитывая размер пуловера. Ну, не знаю, решусь ли я на него. Ведь у меня есть еще вот такой выбор. Очень нравится вот этот твит с синими крапами. Наверное, после теплого оттенка хочется чего-то более холодного. Это самый светлый твит с зелеными крапами. Так, с зелеными и с зелеными. Я две одинаковые бобины взяла. Так, ну покажу здесь. Вот самый светлый с зелеными, а вот с желтыми, такими же солнечными, как у меня. Это одно ВТО. И его не так придирчиво стирали, как я. Поэтому он менее раскрытый. Здесь меньше видно пуха, но его видно. А вот это вот серый. Вот такая вот красивость. Здесь мы использовали разные спицы. Мне больше всего понравилось. В две нити четверкой. Вот как раз это серый образец. Так видно, он расширяется. Чуть-чуть. Немножечко. А это верблюжонок. Прям шелк в нем виден. Ощутимо. Там нагонитка. Косить тоже не будет. Тоже можно красиво по цвету сюда он подойдет. Ну что, надеюсь, было интересно и полезно. Всем приятного вязания. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. Дима Торзок.